Зимняя вишня. Благодаря этой картине к никому неизвестной актрисе пришла всесоюзная слава. Но мало кто знает, что судьба ее героини отразилась в реальной жизни артистки. Она родила от женатого армянина, а второго ребенка вынуждена была оставить жить во Франции с отцом. Но больше всего артистка переживает о том, что ее сыновья не подружились. Елена Сафонова появилась на свет в Ленинграде. С самого раннего детства ее окружала творческая атмосфера, и часто девочка бывала на съемках вместе с отцом. В середине 60-х семья переехала в столицу. А после окончания школы Елена попробовала поступить на актерский факультет в ГИКа. Это ей удалось только с третьей попытки. Однако спустя два года учебы актрису отчислили из-за плохих оценок, и она вернулась в родной Ленинград. Личная жизнь нашей героини была насыщена бурными романами в поисках личного счастья. Первым мужем стал Виталий Юшков, с которым актриса познакомилась на съемках семьи Зацепина. Его настойчивые ухаживания вскружили ей голову. Несмотря на то, что Елена только начинала учиться во ВГИКе, она решила выйти замуж за Юшкова и переехать к нему в Ленинград. Однако вскоре выяснилось, что Виталий имел проблемы с алкоголем. Конфликты и постоянные ссоры в семье привели к тому, что спустя шесть лет брак распался. Елена позже призналась, что ее замужество было скорее случайным шагом. Она пошла в ЗАГС, чтобы избежать конфликта с родителями Виталия. А после развода ее бывший супруг эмигрировал в Израиль, где проживает до сих пор. После неудачного первого брака Елена не торопилась выходить замуж вновь, но вскоре встретила нового возлюбленного. Ее жизнь пересеклась с женатым армянским бизнесменом Вачи Мартиросяном. Роскошный мужчина завоевал сердце красавицы роскошными подарками и романтическими поездками. Но семейное положение Мартиросяна не стало преградой для отношений любовников. Он обещал поддерживать продюсирование одного из фильмов Елены и пригласил ее в США. Однако его чувства вскоре угасли, и он вернулся к своей супруге. А вскоре у Елены родился сын Иван, которому актриса дала свою фамилию. О существовании ребенка Вачи Мартиросян узнал только спустя 25 лет и был очень удивлен. С французским актером Самуэлем Лабартом Елена встретилась во время съемок фильма «Аккомпанияторша». Амбициозный артист быстро завоевал ее внимание своими ухаживаниями и обаянием. Вскоре влюбленные расписались, и Елена переехала в Париж вместе с сыном Ивановым. А уже вскоре родился Александр. Сафонова начала сниматься во французских фильмах и добилась успехов в Париже. Однако ей было сложно адаптироваться в новой стране из-за культурных различий, и она чувствовала себя одинокой. Конфликты с мужем только усугубляли ситуацию. Лабард проявлял ревность и недовольство, и однажды поставил ее перед выбором – либо карьера, либо брак. После долгих размышлений Елена поняла, что хочет вернуться в Москву. Она так и сделала – сыном Иваном, оставив Александра с отцом. Дело в том, что по французским законам несовершеннолетние дети, рожденные во Франции, не могут быть вывезены за границу для постоянного проживания с одним из родителей. Елена потратила три года на судебные тяжбы за право забрать сына, но безуспешно. Она была вынуждена принять сложившуюся ситуацию и разделить свою жизнь между двумя странами. Сейчас Александр активно занимается актерской карьерой и участвует в таких проектах, как «Загадочное убийство Агаты Кристи», «Служба расследований» и «Фалько». Он состоит в браке и воспитывает ребенка. Несмотря на разочарование в личной жизни, актриса продолжает верить в любовь. Елена признается, что ее единственное сожаление – это то, что ее сыновья так и не подружились.